Пана Вадима, доброго ранку. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как прошла ночь в городе Мариуполе. Мы очень внимательно следим и, конечно, беспокоимся и переживаем. Почувствуем. А у нас... До сих пор, как с 10-11 часов начался массированный артобстрел, из всех возможных орудий, ракетами, бомбами, нас утюжат без остановки уже на протяжении 12 часов. К сожалению, мы имеем тотальные разрушения жилой инфраструктуры. Есть погибшие, есть раненые мирное население. Мы даже не можем сегодня забрать раненых с улиц, из домов, с квартир, потому что обстрел не прекращается. Даже в сию минуту. Но наши уважаемые и дорогие герои, Сбройные силы Украины, Национальная гвардия, и Героический полк АЗОВ, морская пехота стоят на защите города Мариуполя. Мы просим сегодня поддержки генерального штаба, чтобы нас поддержали, не оставили город Мариуполь. Но мы боремся до последнего патрона. Мы зубами будем грызть врага, который вошел на нашу землю. Но, к сожалению, сегодня мы констатируем, что тот враг, который пришел, он пришел не с той миссией, которую декларируют, освободить. Он пришел нас захватить, поработить и уничтожить. Сегодня идет геноцид украинского народа, русскоязычного населения, уничтожение жилой инфраструктуры. Сегодня, представьте, под обстрелами у нас в подвалах рождаются дети. Они не останавливаются даже на минуту для того, чтобы хотя бы убрать раненых за рог из квартир. Вот такие сегодня фашистские освободительные войска сравнивают мой любимый город Мариуполь, сравнивают его с землей, невзирая ни на что, на призывы мирного населения остановиться. Они делают все, чтобы нас просто больше не было, как нации, как украинцев. Вот в таких условиях мы сегодня живем. Но мы сражаемся, мы не останавливаемся. Мы делаем все, чтобы защитить нашу родину. Конечно же, просим поддержки. Сегодня важно поддержать и солдат, и офицеров, которые уже седьмой день подряд сражаются за рубежи нашей родины, сражаются за форпост нашей страны и город Мариуполь. И я хочу сегодня поблагодарить всех солдат и офицеров. Вы наши герои. Мы гордимся вами. Мы кланяемся в ноги вашим матерям. Слава героям и слава Украине. Трудно представить, наверное, насколько трудно сейчас нашим, извините, с тавтологией, это насколько сложно. Нам тоже немножко трудно говорить. Нарная ситуация какая в городе? Мы знаем, что проблемы были с... Проблемы были. Расскажите подробнее, пожалуйста. Проблемы были, проблемы есть, проблемы остаются, но мы с ними работаем. Вчера компания ДТЭК Рината Ахметова, насколько это возможно, под обстрелами снарядов, градов рвалась в поля, чтобы восстановить электроснабжение города Мариуполь. Чтобы у нас появилась вода, чтобы мы начали молоть муку, производить хлеб. И нам это удалось в прошлых сутках сделать. Мы выпекли 26 тонн хлеба, сейчас развозим в те локации, которые сегодня еще работают. Сегодня в результате артобстрела опять есть отключение электроэнергии. Есть нарушения электроснабжения, но мы работаем над восстановлением критично важной инфраструктуры. Работают сегодня героически все коммунальные предприятия. Все сегодня, и медицина, и коммунальники, все как один, это герои сегодня, которые выходят на работу, не боятся работать под обстрелами. Спасают людей, восстанавливают инфраструктуру, делают все, чтобы город жил, насколько это сегодня возможно. Продолжение следует...